Петя зазывает. Идут потихонечку. Начинают уже гробастаться потихонечку. И сейчас пойдет все дело. Это ж такое дело интересное. Купание в золе. Давай, Петька, давай. Показываем. Вернее, уже показал. Смотрите. Адлерский, а вокруг курочки. Ну и петушки тоже подходят. Они, конечно, ждут другого от меня сейчас. Не ожидали, что я на самом месте тут? Сейчас вам дам что-нибудь. На перекус еще. А вы пока тут купаетесь. Больше яичка сегодня нести, а? Говорунья моя. Будешь? Да. Давай, жду от тебя яичка. Да. Не слышишь, как я? Да. А этот слушает, Петька, внимательно так смотрит на меня. Что я говорю? Так, тыковка ждет. Сейчас я ее порежу. Ну, пока хорошенько дам своим курехам. Давай, давай, сбегайся. Этот петка мне всегда встречает. Ну что? Я вам принесла. О, вкусняшка. Давай, идем. Идем, идем. Идем, 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 моя хорошая. Давай, давай. Тихо, 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 тихо. Останется все. Давай, немножко сюда насыплю. Стоп. Петька, иди. Сюда насыпаю еще, в эту кормушку. Потому что там, мне кажется, маловато места. Ну что, когда я уберу петушков еще лишних, как раз эта кормушечка будет им хватать на их количество. У меня, друзья, еще 8 петушков. Представляете? Вон, какие огромные. Посмотрите. На два раза больше, чем Адлер. Вон, какой огромный. Он еще молодой, этот петушок. Семь месяцев ему. Семь месяцев. Или сколько? Майский. Семь месяцев. Что, курица? Иди кушай. Тыкву, иди. Иди кушай вкусняшечку. Тыкву дала вместе с семечками, да? Семечки у нас идут противоглистные. Против глистов. Сама тыква полезная. И семечки тоже. Семечки нас спасают от паразитов. А от глистов. Профилактику сделаем небольшую. Он как петушочек кушает. Смотрите. Все, съел. Порадовала их сегодня тыковкой. Да, мои хорошие. Давно не давала им тыкву. Решила дать. Надо начать давать им тыковку. Сейчас зима. Как раз самый раз. И тыквы, в принципе, именно в зимнее время они уже дошли до своей спелости. Тыквы же долго у нас хранятся, да? После того, как их собираешь с грядок. Вот. Хранятся долго. Набираются своей спелости. Да, курочка? Да. Будем давать зимой и весной. Кабачок уже им дала. Был последний у меня кабачок. Уже все. Немало кабачков, друзья. В этом году помогли мне утята с кабачками. Сожряли все кабачки мои, малышняк. Не дали вырасти. Ну, то, что я успела собрать, а то у нее сохранилось. Все остальное погибло, не успев вырасти. Утятки созряли в зеленом виде. Все пустые. Все. Ну, ничего. Им тоже надо было питаться чем-нибудь. Раз я их выпустила на волю, они решили мне все в порядке тут навести в огороде. Так, ну вот, золу насыпала. Конечно, курочки еще не допетрили, да? Что надо там пойти покупаться. Но не так все быстро, да? Делается. Еще дойдет до этого дела. Сейчас для них главное то, что я им насыпала в кармушку. Вот они пошли покушать. А петух пошел делать свое дело со своей любимой курицей. Любит он эти курочки. Кстати, петух, я заметила, друзья, топчет тех курочек, которые несут яйца. Вот вам и может быть, открыла открытие сделала, да? Вот так. Но для себя я сделала открытие, друзья. И вам это говорю. Может быть, я не права? Пишите, друзья, в комментариях. Может быть, вы наблюдали другие явления. Может быть, петухи и не только таких курочек топчут, которые несут яйца. Может быть, остальных тоже топчут. Но я замечаю, что вот эти курочки, которые не несут яйца, не сушь, именно их и топчут петушки. Вот этот петушок красненький, маленький, но удаленький. Он на вид, маленький. Я тоже думала, что он маленький. Думала его убрать. Зачем он мне такой маленький, да? Я его подняла. Он такой тяжелый по весу, вы знаете, упитанный. Значит, еще все впереди. Он еще наберет свою массу. Но мне главное, чтобы он еще и топтал курочек, правильно? Чтобы мои яйца, не мои, в принципе, яйца, яйца моих курочек были оплодотворены. Да, Крепа? Да? Да, Кузей, да. Слушайте, мои молодки, такие молодцы, такие молодцы. Ой, главное, не перехватить. Вчера пить яйца брала, представите? Вот так. Сегодня тоже жду. Несмотря на то, что... Ты чего кляюсь? Несмотря на то, что вчера у нас было холодно, и сегодня тоже, кстати. Но сегодня чуть теплее. А вчера была холод-рыга. Ну, ноль плюс два, вот так. в нашем регионе это можно сказать, что зима холодная. До сих пор то у нас было плюс 16, плюс 12, ну, 10. А тут ноль и плюс два. Куры были в шоке. И снесли мне пять яиц на радостях. Еще зольные ванны у них тут были, они купались мне. Сегодня я им насыпала чуть попожа, да? Ну, ничего, они покушают, а потом пойдут купаться. Или что? Нету настроения купаться, да? Вчера-то у нас, друзья, солнце светило. Вот. А солнце много значит. А сегодня пасмурно, солнца нету. Вот. И они не очень-то и хотят купаться. Ты чего меня клюешь? Чего? Не очень-то и хотят, но все впереди. Зола сыпется куром для того, чтобы курочки в этой золе купались. Они таким образом избавляются от паразитов. Вот так вот. паразиты какие? Бложки, вожки, пухопероеды. Пухопероеды. Вот. Кровососущие клещи, не дай бог, конечно, но это все живет в птице и птичка спасается от таких кровососущих, да, которые жрут перо, то есть доставляют им дискомфорт. Они спасаются с помощью золы. Куры. Вот. Они купаются в этой золе и получается, что как бы стряхивают вот этих всех назойливых паразитов себя, да, с помощью золы. Еще можно с этой золой помешать песок по пропорции, даже серу поставить немножко, перемешать вот это три в одном, то есть зола, песок и сера. И тогда это будет вообще отличнейший способ избавления от паразитов. Но если у кур много этих паразитов, то, конечно, этого не поможет купание. Это надо уже покупать лекарства и лечить курочек. А когда вот так мы насыпаем в своем курятнике, да, это чисто для профилактики зола. Да, курюшка. То, если мы видим, да, что курочки часто чухаются, это значит признак того, что у них много пуха пироеда или клещей, ну, каких-то паразитов. И поэтому они так себя ведут. Смотрите, как пошли туда на задний двор. Нравится им там все время сидеть. И здесь вот лесенку я им поставила. Они тут тоже вот сидят. И знаете, в разное время дня. В одни часы они там сидят, другие часы вот они здесь сидят. Короче, проводят свое время где хотят. Петух обхаживает. Петух обхаживает. Так, съели? Конечно съели. Все съели. Пустая кормушка. Пустая кормушка. Все съели. Молодцы. Ну, конечно, пообедали и пошли поспать немножко. Петух зазывает. Сейчас пойдут купаться. Жалко, солнца сегодня нету. Так бы уже пошли. А такое зрелище вчера было. Солнце светит. они купаются в этой золе. Сегодня не так хорошо, как вчера. Солнца нет. Да, солнце много играет роль, конечно. И для человека тоже. Или пасмурная погода, да, или солнечная. Есть разница. Так и курочки любят солнышко, конечно, в зимнее время. Смотрите, этот петух такой, смотрите, стоит с лохматыми ногами, да? Кажется, такой большой. Но на самом деле будет большой. Он еще молоденький. Вот галашейная курочка черненькая. Жду, когда она занесется. Еще не видела, чтобы она не слазь. Буду ждать, конечно. Очень буду ждать яиц. Я же хочу галашейных разводить. Вот такие вот у нас делы. Субтитры сделал DimaTorzok